Памятник советским воинам в Пардауге будет снесен полностью и все его части утилизируют. Об этом сегодня в передаче Рита Панорама заявил мэр Риги Мартин Штакес. По его словам, ни одна его часть не представляет культурной ценности. Но так ли это на самом деле, выяснял Даниил Смирнов. Так как памятник строился по частям, так же он будет и сноситься. Музей оккупации, который определяет, какие его части ценные, а какие нет, не признал ни одну из частей ценной. Поэтому он фактически весь будет утилизирован. С мэром Риги не согласны в союзе художников Латвии. Его глава Игорь Добычин считает, что, например, образ женщины, воплощенный в мемориальном комплексе скульптором Айварсом Гулбисом, является одним из высших достижений в скульптуре второй половины 20 века в Латвии. Потом это воины и тоже предметы дизайна, то есть вот эти буквы, которые устроены в то время, как сказать, начало компьютерной эры, как клавиатура. И тоже вот эти звезды, которые очень изготовлены на высоком техническом уровне. По словам художника, скульптуры комплекса не сильно идеологизированы. Так, советские воины уже облачены в образцы ленд-лизовской формы, присылаемой западными союзниками. А образ оружия не столь детализирован, чтобы угадывались его какие-то конкретные образцы. Я, в общем-то, оптимистически смотрю на решение этого, и с большой надеждой, потому что за нами все-таки смотрят и наши соседние страны, которые, в общем-то, с этой проблемой исправились очень культурно, без каких-то ритуальных процессов. В Союзе художников говорят, что еще намерены обсуждать с Рижской думой возможность сохранить части памятника и готовы предоставить для их хранения собственные запасники. Президент Латвийского союза архитекторов Юрий Спога сам участвовал в парламентских дискуссиях о сносе памятника. Он говорит, что процесс демонтажа будет не таким простым, как это кажется на первый взгляд. Первый этап – это документирование, фиксирование всех этих объектов, сканирование и, так сказать, будет отдача информации соответствующей архиве. Потом, по словам главы Союза архитекторов, будет работать государственная экспертная комиссия, которая еще определит культурную ценность элементов памятника. И те его части, что будут признаны ценными, еще могут сохраниться. По неофициальной информации, стоимость демонтажных работ составит 2 миллиона 100 тысяч евро. Однако, это всего лишь 10% от общей стоимости проекта по превращению памятника в парк отдыха. Название строительной компании, которая будет этим заниматься, также пока неизвестно в целях безопасности. Ее название озвучат непосредственно перед сносом памятника. Данил Смирнов, Рихард Смелтерс, Русалосен.